Сложить депутатский мандат требует парламентарий от Вадима Рабиновича. Подозревают его в участии в коррупционных схемах, так как, по их мнению, живет он не по задекларированным доходам. Но главное, обвиняют Рабиновича в наличии двойного гражданства, что противоречит законам Украины. Все подробности далее. Двойное гражданство Вадима Рабиновича в куларах Верховной Рады в последнее время одна из самых обсуждаемых тем. Еще в конце прошлого года журналисты раскопали, у парламентария есть паспорт другого государства. Из обнародованной информации следует, Рабинович репатриировался в Израиль с первой женой и двумя детьми еще в 1994 году. Там он сменил имя Свадима на Давид. Подтверждает наличие второго гражданства и идентификационный код, который присваивают резиденту Израиля. В свою очередь, нардепы утверждают, наличие двойного гражданства – это конфликт интересов. Более того, такой народный избранник создает негативную характеристику Украины в международном политическом сообществе. Это главный вопрос к позиции этого депутата. Как он может работать на Украине, если он не является гражданином этой страны? Если он также является гражданином какой-то другой страны, это означает, что тут может быть конфликт интересов. Это есть загроза. Это ганебная история, это незаконно, это антиконституционно. У нас, конечно, в Украине есть только одно гражданство. Безусловно, это незаконно. И, безусловно, когда в Украине будет пановать закон, то такие вещи будут неможливыми. Особа, которая имеет гражданство разных стран, есть и военность в других странах, и в случае, если будет информация известная, важная для жизни той или иной страны, то, чтобы руководство этой страны и государственных органов поведомить негайно. Если человек имеет два гражданства, то вопрос, на которую она, государство, работает. Парламентарии неоднократно обращались в регламентный комитет с требованием лишить Рабиновича депутатского мандата. Направляли заявление и в НАБУ. Там пообещали разобраться, но результатов расследования пока нет. Это приводит только одну тезу, которая известна всем, без исключения. На сходе Крым, на сходе, в центре, на сходе Крым. Рабинович – это домашняя тварина нынешней коалиции. Рабинович – это троянский кинь, который, вначале, позиционирует себя как опозиционер, но, на самом деле, обслуживает владу. И таким образом, влада, используя негативный имидж Рабиновича, два паспорта Рабиновича, олигархичный способ життя, демонстрирую всей краине. А пока Рабинович живет под крылом покровителей, довольно неплохо. К слову, в начале марта парламентарий на четыре дня арендовал чартерный самолет для полета на отдых в Вену. Только трансфер депутату обошелся в более чем 2,5 миллиона гривен. А в конце февраля Рабинович также на частном самолете летал в Женеву. Перелет ему обошелся в 650 тысяч гривен. Назад возвращался более дорогим чартером за 24 тысячи евро. Удивительно то, что миллионные траты так и не отобразились в декларации Вадима Давида. Также не отчитывается парламентарий, и за какие средства арендуют за 400 тысяч в месяц элитную виллу под Киевом. Зато с экранов телевизора жалуются, денег у него нет. Впрочем, у депутатов остается только одна неделя для подачи электронной декларации. Мы проследим за тем, сколько Рабинович потратил на элитный отдых, и отобразится ли это в его годовом отчете.